Друзья, привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на канале Дарвинский музей Дети. Как обычно, я отвечаю на ваши вопросы и рассказываю о каких-то необычных живых существах. И сегодня мы поговорим о совершенно невероятных рыбах. Называются эти рыбы протоптеры. Живут они в Африке. Кстати говоря, этих рыб едят местные жители. Только на рыбалку они отправляются вовсе не с удочкой, а отправляются на рыбалку с лопатой. И не для того, чтобы накопать червяков, а для того, чтобы выкопать из-под земли рыб. Кто же такие протоптеры? Протоптеры относятся к двояко дышащим рыбам. Это очень древняя группа рыб, которая появилась еще в Девоне. И самые древние находки палеонтологической летописи имеют возраст около 410 миллионов лет. В Девоне был рассвет этой группы рыб. И кстати говоря, первые представители двояко дышащих рыб обитали в морской воде. Но впоследствии они перешли на обитание в пресной воде. Ну а за эти миллионы лет, увы, расцвет этой группы закончился на сегодняшний день. На земле обитает всего-навсего шесть видов двояко дышащих рыб. Четыре из этих вида обитают в Африке. Называются они протоптеры. Мы о них поговорим еще немножко позже. Один вид обитает в Австралии. И он называется австралийский рогозуб. И еще один вид обитает в Южной Америке. Он называется чешуйчатник. Каким же образом дышат двояко дышащие рыбы? У них в молодом возрасте, когда они вылупляются из икринок, они выглядят очень необычно. Они абсолютно не похожи на личинки других рыб, а они похожи на личинки хвостатых земноводных. У личинок существуют жабры, причем у них есть даже наружные выросты, пары наружных жабер, которые со временем, как правило, пропадают. Наружные жабры пропадают, а жабры, которые находятся внутри рыбы, почти перестают функционировать. То есть, если мы возьмем все виды двояко дышащих рыб, то у них в основном что происходит? По мере того, как рыба взрослеет, ее жабры все меньше и меньше выполняют дыхательную функцию. И основную дыхательную функцию выполняют легкие. Кстати говоря, есть и другие рыбы, которые могут дышать атмосферным воздухом, не только двояко дышащие. Но, например, вы, наверное, знаете про такую замечательную рыбу, которая называется аропайма. Это фантастическая рыба, которая обитает, например, в бассейне Амазонки. В бассейне Амазонки довольно мутная вода и, соответственно, в этой воде она теплая, мутная, в ней много органики. Там содержится довольно мало кислорода. И для того, чтобы восполнить резервы кислорода в организме, эта рыба периодически поднимается на поверхность и дышит воздухом атмосферным. При этом у нее очень своеобразно модифицирован плавательный пузырь. Внутри плавательного пузыря есть особая ткань. Ее так и называют легочная ткань, которая выстилает внутри плавательный пузырь и позволяет усваивать атмосферный кислород этой рыбе. А вот у двоего тысячи рыб у них прям реально настоящие легкие. Они состоят не из одного мешочка, а из множества маленьких мешочков. И поэтому там довольно большая площадь поверхности, позволяющая связывать кислород воздуха. По мере того, как рыба взросеет, как я уже сказала, функция дыхания переходит от ее жабр к ее легким. Есть единственное исключение, только у одной из рыб, у австралийской двояко-дышащей рыбы жабры остаются функциональными в течение всей жизни. То есть она в течение всей жизни может при помощи жабр нормально дышать. Все остальные во взрослом состоянии функцию дыхания на 98% переносят на легкие. Кстати говоря, только у австралийской двояко-дышащей рыбы, австралийского рогозуба функционирует, вообще присутствует только одно легкое. У всех остальных двояко-дышащих рыб два легких. Чем еще они интересны? Рыбы эти всеядные, они питаются разной добычей, в зависимости от размера рыбы, от ее возраста. Это могут быть или насекомые их личинки, или уже добыча гораздо более крупная, различные амфибии, различные другие рыбы и так далее. Из шести сохранившихся видов, пять видов способны впадать в спячку. В тот момент, когда наступает период засухи, эти рыбы роют себе подземные норы, в этих норах устраиваются в спячку, и в этой спячке могут находиться довольно длительное время. Известны такие случаи, когда рыбы находились в спячке на протяжении четырех лет и при этом абсолютно не получили никакого вреда своему здоровью. Хотя, как правило, в природе спячка менее длительная и длится где-то от четырех до девяти месяцев, в зависимости от периода засухи. Двоягодящие рыбы живут довольно долго. Об этом мы можем судить, по крайней мере, по тем рыбам, которые живут в аквариумах. Самой старой рыбой была рыба, которая довольно долго жила в Сиднейском аквариуме, потом в аквариуме в Чикаго. Она находилась с 33 по 2017 год, и в 2017 году в возрасте 95 лет эта рыба по кличке Дедушка была подвергнута эвтаназии, поскольку у нее было очень плохое состояние здоровья. То есть это вынужденная была такая мера. Ну а на нынешний момент самой старой рыбой является тоже австралийская двоякодышащая рыба, которую зовут Мофусаил. Самое удивительное, что эта рыба, несмотря на свое имя, является самкой, и ей уже более 90 лет. Но рыба эта достигает довольно солидных размеров. В длину она достигает 1 метра 20 сантиметров и весит около 18 килограмм. Но сколько еще проживет Мофусаил, пока мы с вами не знаем, будем желать ему ей, простите, здоровья. Итак, давайте все-таки более подробно поговорим о протоптерах, о тех самых африканских удивительных рыбах, которые довольно много времени в течение года могут проводить под землей. Но если говорить о протоптерах, то типичные среда их обитания это какие-то сезонные пересыхающие водоемы. Да, эти рыбы встречаются и в озерах, в том числе и довольно крупных озерах африканских. Они встречаются также и в реках, но в реках встречаются нечасто. Все-таки они чаще предпочитают не проточную, а стоячую воду. И весь жизненный цикл этих рыб, он неотрывно связан с гидрологическим режимом того водоема, в котором они живут. В зависимости от глубины водоема, протоптеры держатся на разной глубине. Если водоем глубокий, то глубина, на которой живут протоптеры, может быть около 60 метров. Если водоем не глубокий, то, конечно, глубина значительно меньше, но тем не менее мы помним, что рыба двоякодышащая и взрослая рыба в основном для дыхания пользуется легкими. Для этого ей нужно периодически подниматься на поверхность водоема для того, чтобы вдохнуть. Необходимость впадать в спячку связана с тем, что водоем, как правило, пересыхает. И в пересыхающих водоемах рыбе ничего не остается, как сделать себе такую подземную спальню и залечь там на довольно продолжительное время. Причем глубина этих спален у крупных протоптеров может достигать полуметра. То есть на полметра под землей эта рыба забирается для того, чтобы пережить такие неблагоприятные условия. Для размножения протоптеры роют специальные выводковые норы. Эти норы имеют, как правило, два входа. Самки откладывают икринки довольно большие, размером 3,5-4 миллиметра. И в одной кладке может быть до 5000 икринок. Вся забота окладки икринок и о состоянии норы ложится на самца. То есть самец этим занимается, самка в этом участие не принимает. И когда из оклинок вылупляются маленькие личинки, у этих личинок есть очень своеобразный орган. Называется он цементная железа. Этот орган также отсутствует у других личинок рыб. Есть только у двоекодышащих и есть также у личинок земноводных. Эта цементная железа вырабатывает особый секрет, который позволяет личинкам, выбравшись из икринки, прикрепиться к стенке норы. И они какое-то время проводят в норей безвылазно, не выходя оттуда, пока у них не рассосется желточный мешок. То есть они питаются за счет желточного мешка, в котором есть запас питательных веществ. Это длится примерно две с половиной-три недели. После этого личинка покидает нору и начинает жить самостоятельно. Но, как правило, первое время далеко от норы не удаляется, старается быть поблизости, чтобы в случае любой опасности, какой-то возможной, сразу же скрыться в свою волотковую нору. Личинки довольно быстро растут и до наступления сухого периода они уже достигают размеров примерно 7-12 сантиметров. Но уже гораздо раньше, когда они достигают размеров 4-5 сантиметров, они способны впадать в спячку, как и взрослые протопторы. Спячка действительно уникальное для рыб явление. У других видов рыб неподобного не встретим, только у протопторов. Так вот, в тот момент, когда начинает падать уровень водоема и приближается засуха, в зависимости от размера протоптора, то есть большие протопторы начинают готовиться к спячке, когда уровень воды составляет около 10 сантиметров. Ну, а соответственно, более мелкие протопторы начинают готовиться к спячке, когда уровень воды составляет около 3-5 сантиметров. Эти рыбы вырывают себе нору и первое время они внутри этой норы могут двигаться, поднимаясь то вверх, то вниз. Вверх этой норы составляет так называемая воздушная камера, ну а внизу находится спальня, то место, где протоптор проведет все время засухи. Первое время он движется туда-сюда, и для того, чтобы вдохнуть воздух, поднимается верхнюю часть своей норы, и таким образом, тыкаясь все время своей головой в верхнюю часть норы, он образует такой своеобразный колпачок. В этом колпачке, когда он засыхает, когда приходит засуха, образуются трещины, через которые воздух может проникать внутрь этой капсулы, для того, чтобы протоптор мог все-таки хоть какое-то незначительное количество кислорода, которое ему необходимо для жизни, получить. Затем, когда уровень воды уже падает, протоптор начинает выделять огромное количество слизи. Эта слизь высыхает, образуя вокруг тела протоптора, своеобразную такую капсулу, очень плотно прилегающую к его телу. Протоптор в момент спячки занимает определенную позу, он как бы складывается вдвое, при этом его голова направлена вверх, очень плотно складывается между передними и задними плавниками, складывается в два раза, к нему плотно очень прилегает, буквально вминаются в тело плавники, и вот в таком положении он застывает. У него очень сильно снижается метаболизм, его метаболизм составляет в момент спячки примерно 1,6 от его нормального метаболизма. Но при этом все-таки обмен веществ у животного продолжается, при этом надо сказать, что в отличие, например, от млекопитающих, которые, как правило, жировые запасы свои используют во время спячки. Протопторы используют во время спячки свои мышцы, то есть они разлагают, расщепляют белки, а образующийся во время метаболизма такого аммиак, он у них трансформируется, переходит в состояние мочевины. И вот это еще одна такая уникальная особенность протоптора, обычно мочевина для организма очень ядовита, а за время спячки в теле протоптора накапливается огромное количество мочевины, примерно от 1 до 2 процентов веса тела самого протоптора. Даже количество в две тысячи раз меньше у других животных, как правило, вызывает смертельное отравление. Но с протоптором это по какой-то причине не происходит. Итак, протоптор самое неблагоприятное время проводит в спячке, вот в это время как раз люди отправляются на рыбалку с лопатами. Они обнаруживают протопторов на бывшем дне временных водоемов и при помощи лопат их выкапывают и используют в пищу. Говорят, что мясо протоптора очень вкусное. Почему-то людей не пугает то, что в телах этих животных накапливается не слишком-то полезное вещество, такое как мочевина. Ну, по всей видимости, не так хорошо с пищевыми ресурсами в тех районах, где живут протопторы, и людей это тоже не останавливает. Итак, когда заканчивается период засухи, идет период дождей, и это время, когда просыпаются протопторы. Для них это является таким сигналом, они покидают свои норы. Когда протоптор только выходит из своей норы, в которой он провел достаточно большое количество времени, по крайней мере, несколько месяцев, он, конечно, некоторое время еще выглядит довольно таким сморщенным. Примерно 12 часов выходит на то, чтобы он принял нормальное положение тела. Мы помним, что во время спячки протоптор был сложен вдвое. То есть для того, чтобы распрямиться, ему необходимо как минимум 12 часов. И сегодня протопторы интересны не только местным жителям в качестве объекта питания, они интересны также и ученым. И ученые изучают протопторов, изучают те вещества, которые образуются в их организме в момент подготовки к спячке для того, чтобы создавать новые снотворные препараты. Итак, существует четыре вида протопторов. Один из них называется большой или мраморный. Это самый крупный вид протопторов, который может достигать длину двух метров и весит до 17 килограмм. Есть бурый протоптор. Это, ну, пожалуй, самый распространенный из видов протопторов в Африке. Его длина около одного метра и весит он около 4 килограмм. Темный протоптор, который обитает только в бассейне Конго. У него максимально такая угревидная форма тела. Еще оказалось, что вот эти вот протопторы, по крайней мере те из них, которые живут в бассейне Конго, я имею в виду темные протопторы, они могут проводить спячку не в подземных норах, а прямо на поверхности земли, что тоже, в общем, достаточно необычно. Ну и самый маленький вид протопторов, это малый протоптор, длина которого не превышает 50 сантиметров. Он обитает в дельте Замбези и на территориях к юго-востоку от озера Туркана. Итак, друзья мои, вот сегодня такая у нас необычная история при необыкновенных рыб, которых можно ловить с помощью лопаты. Я хочу сказать, что вы пишите нам в комментариях очень интересные вопросы. Спасибо вам огромное. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Может быть, не все сразу, но мы постараемся на каждый из ваших вопросов ответить и снять интересное содержательное видео. Ну и я надеюсь, вы не забыли подписаться на наш канал. Как всегда, приглашаю вас в музей. Приходите, у нас интересно и всегда есть что-то новое для вас. Всем хорошего дня. Пока.